здравствуйте дорогие друзья я рада приветствовать вас на канале дачные советы сегодня у нас 21 января и этот ролик я посвящаю ответом на вопросы дело в том что вопросов поступает очень много и отвечать каждому конечно это занимает очень много времени поэтому сейчас периодически я буду снимать ролики в которых буду отвечать на ваши вопросы первый вопрос надо ли досвечивать петунию серия опера ну конечно на начальной стадии я ее буду досвечивать то есть с момента посева семян еще петунию эту я не посеяла я ее буду сеять либо в последние дни января или в начале февраля где-то до 5 февраля я уже конечно ее посею с момента посева буквально наверное 12-14 дней она у меня будет стоять на досветке затем уже получается середина февраля конец февраля я ее буду выставлять на подоконник сразу скажу что окна у нас выходят на восточную сторону поэтому петуния будет уже стоять без досветки но в начальный период пока только еще петуния взошла конечно нужно досвечивать второй вопрос когда рассаду и устомы выставить на подоконник можно выставлять рассаду и устомы на подоконник когда у вас солнечная сторона если или либо регион где достаточно много солнца дело в том что я живу в сезловской области нас погода не особо радует солнечными днями но тем не менее в этом году у нас достаточно солнечно вот сейчас в январе и прямо передо мной балкон застекленный где сейчас сегодня и уже вот по моему третий день я сегодня выставляю на третий раз свою рассаду на балкон балкон застекленный нигде ничего не поддувает плюс открыта дверь в комнату на балконе у сейчас 16 плюс 16 градусов на улице сегодня у нас минус 12 если температура на балконе ниже 16 градусов то конечно не стоит выставлять рассаду иначе если у нас грунт будет охлажден то растения могут погибнуть корневая система может начать загнивать и растения погибнут поэтому выставляем на подоконник тогда когда у нас солнечные дни где-то примерно наверное середины февраля я уже убираюсь из под досветки и устом и выставляю все на подоконник но только на восточной либо на южной стороне если у вас окна если север запад ну придется подольше конечно на досветке подержать а так все зависит от солнца и еще почему вот сейчас я уже выставляю на балкон свою рассаду это стоит у меня там гвоздика и устома и гелиотроп потому что никакая досветка конечно не даст не заменит растением солнечных лучей и если есть возможность лучше выставлять как можно раньше на подоконник но как только солнце скроется я конечно вновь свою рассаду составлю в ящик где у меня стоит все под лампой следующий вопрос когда сеять лук чернушку баклажан и перец это вопрос из тюмени подписчицы лук чернушку если это лук порей то сейчас уже конечно надо сеять сразу скажу что я не выращиваю сейчас лук из семян ни порей не не просто на лук ну как то уже вот вообще отошла от лука если вы выращиваете порей его нужно обязательно уже сейчас посеять если это лук просто на луковицу то посеять можно в феврале месяце где-то после 15 февраля но для того чтоб лук чернушка хорошо взошел что нужно сделать опыт выращивания из семян у меня есть ну вот сейчас я просто не выращиваю берем ватный диск очень хорошо его смачиваем лучше в стимуляторе роста в любом смачиваем так чтобы при нажатии капельки капали с этого диска на один диск раскладываем семена сверху накрываем также смоченном стимуляторе диски сверху семена накрываем чтобы у нас было все закрыто и помещаем куда-то в какую-то емкость чтобы не высохли они за ночь эти диски и ни в коем случае никогда не замачиваем семена не только лука вообще любые семена так чтобы они плавали в воде это уже не замачивание утопили мы свои семена примерно это на 12-14 часов затем эти семена мы сеем уже на грунт и таким образом замоченные семена лука чернушки у вас зайдут достаточно быстро если посеять сухими семенами то вскожесть лука чернушки до 30 дней то есть не ждите что он у вас зайдет очень быстро если вы его не замочите перец баклажаны я сею с 15 февраля и до конца февраля то есть вот в период с 15 по 28 в это время я обычно уже и перец и баклажаны сею раньше никогда следующий вопрос выращивали мишку косолапого розового в теплице он вырос более двух метров удивило то что у меня мишка косолапый оранжевый был такой низкий теперь человек задумался стоит ли его выращивать дело в том что в этом году у нас было в общем то не было весны и плохое начало лета и вся в севернее растение и цветочные и овощные они все были намного ниже чем обычно я его выращивала в открытом грунте и думаю что только из-за этого он у меня был такой низкорослый так как покупатели которые приходят к нам магазин они говорят что у них мишка косолапый оранжевый был также в теплице двухметровый поэтому вот летом девятнадцатого года я вновь его буду выращивать буду выращивать в теплице так как мне он очень по вкусовым качествам понравился ну и затем посмотрим какой же он у меня вырастет высокий или низкий поэтому выращивать думаю стоит и также отвечу тут на вопрос бы поступал у меня вопрос по поводу того что сорт таня я рекламировала в одном из роликов как хороший сорт но при этом сама не летом восемнадцатого года не на девятнадцатый год не планирую выращивать дело в том что низкорослые томаты которым относится таня я выращиваю очень в ограниченном количестве и как правило вот может быть два-три года я их не выращиваю затем снова начинаю выращивать то есть я все-таки свое предпочтение отдаю томатом высокорослым а так томат просто замечательный и вкусовые качества хорошие и урожайность отличная следующий вопрос листики у стомы снизилась упругость поливаются hb101 рыхлёпас на следующий день после полива стоит под лампой рыхлить действительно нужно через сутки после полива но рыхлить нужно очень аккуратно и вообще по устами у меня есть плейлист где можно найти мне кажется все вот там ну в прошлом году и мне кажется ответила на все вопросы но не менее вопросы продолжают поступать и в этом году приходится все равно повторяться но не хотелось бы уж полностью повторяться поэтому рыхлим очень очень аккуратно буквально два-три миллиметра не до полу сантиметров можем рыхлить но не глубже иначе можно повредить корневую систему и тогда тоже тургор листья потеряют то есть мы оборвали корешки растение может погибнуть также всегда дома когда мы выращиваем любую рассаду что должно быть у нас всегда дома это должен быть глиоклодин либо сухой фитоспорин хотя он слаб же всех на мой взгляд агат но агат мы агатом не поливаем когда листики обмякли только в сухом виде препараты вносим либо 33 богатыря вот вообще последнее время если всегда считала что глиоклодин самый такой сильный препарат очень быстро он приводит наши растения в норму то сейчас я отдаю предпочтение вот препарату 33 богатыря тоже в сухом виде вносится и тут обязательно нужно учитывать что мы не должны почему эти препараты должны быть что-то хотя бы из этих препаратов всегда должно быть дома потому что тут уже идет время работает не на нас если мы затягиваем допустим увидели утром что листики обмякли вечером только препарат купили может быть на следующий день только внесли то есть вот увидели только первые признаки того что у одного хотя бы растения обмякли листики нужно сразу носить препараты просто немедленно глиоклодин мы крошим в порошок раскрошили ну и вносим конечно не все сразу а что-то одно либо это либо это либо это и уже агатом не поливаем потому что полив нужно сразу сократить у меня конечно такое предположение что вы скорее всего ее заливаете дело в том что эустому когда мы из таблеток либо из грунта пересадили в емкости сразу берем емкости не в неглубокие невысокие то есть не выше пяти сантиметров грунт должен быть тоже очень рыхлый обязательно добавляем либо вермикулит либо перлит либо кокосовый субстрат чтобы грунт был легкий и поливаем очень осторожно ведь у такой маленькой эустомы всего сантиметр где-то корешки то есть мы не проливаем полностью горшочек полностью горшочек можно проливать чтобы вода выходила из отверстия когда уже растение на мой взгляд достаточно взрослая 5-6 настоящих пар листиков тогда уже корневая наросла и можно поливать дело в том что у с том же сначала растет корневая система и вот когда мы видим что уже наземная части листовая тоже хорошо развивается значит уже корешков достаточно много тогда мы уже поливаем обильно хорошо а вот на ранней стадии очень аккуратно нужно быть с поливами и давать просыхать грунту я поливаю свою эустому пересаженную где-то раз в 3-4 дня и конечно ни в коем случае раз в 3-4 дня я не не применяю никакие не удобрения не стимуляторы это очень часто если вы поливаете каждый раз сожби 101 переусердствовать тоже не нужно то что она стоит под лампой это конечно очень хорошо также у меня был вопрос тоже по устоме что и устома погибает пересадили она погибает может быть погибает и устома если грунт плотный тяжелый если вы не добавили вермикулит либо добавили сразу грунт в котором много биогумуса вот все таки на начальной стадии когда еще растения не развились совсем я бы не рекомендовала использовать грунт с содержанием биогумуса то что я вот вношу допустим уморост это на гуминовых кислотах это совсем другое а биогумус он на ранней стадии собственно говоря растениям да и не нужен потом затем когда будет у нас развиваться уже растения уже можно конечно пересаживать и в грунты с биогумусом так подойдет ли метод посева с промораживанием для невяника и перетрума прекрасно подойдет этот метод и также если у вас не входит невяник и перетрум значит тут какая причина либо вы сеете в очень плотный грунт либо засаживаете глубоко надо брать и грунт очень легкий никогда я не экономлю на вермикулите я добавляю я как правило добавляю вермикулит добавляю его очень много достаточно много чтобы показывала какой у меня грунт невяник и перетрум ну буквально два-три миллиметра сверху присыпаю грунтом и если вы выставляете на балкон то нужно чтобы на балконе была уже устойчивая допустим хотя бы нулевая температура то есть чтоб грунт у нас замерз был замерзший а если у вас то тепель то холодно в общем то не нужно так на балконе держать такие ящики уже выставляем либо в теплицу либо на улицу и тогда у вас отлично взойдет все так так есть ли грунт с большим содержанием биогумуса нужно ли добавлять ому рост корневин агат Ому рост не нужно тогда добавлять Если у вас грунт с большим содержанием биогумуса Корневин и агат, ну конечно нужно Только с корневином тоже будьте осторожны Корневина мы добавляем не больше чем 1 грамм Даже можно чуть поменьше на 1 литр грунта Агатом я конечно бы пролила Но еще раз повторюсь, что с биогумусом на начальной стадии я бы не стала использовать грунт Выращиваю ли я бегонию, где ее нужно выращивать Бегонию я выращивала в прошлом году первый раз Сходит очень хорошо, был у меня снят ролик тоже Не помню, то ли на второй день, то ли через день она у меня зашла Ну прям совсем очень быстро И выращивать ее конечно нужно в защищенном от ветра местах Чтобы не проливали там дожди, если дождливое лето Ну и чтобы очень сильно солнце не пекло У меня почему не получилось дружбы с бегонией, как я считаю У нас в этом году было очень ветреное лето Все ее у меня поистрепало У нас участок находится недалеко от реки Поэтому у нас там и ветра сильные, и более холодно И в общем-то дожди хорошо поливали в этом году Поэтому я решила, что я бегонию больше не буду выращивать Ее бегония подойдет хорошо выращивать, если защищенная от ветра место Ну и можно на берандах где-то выращивать Ну и если не заливает дождями и не сильно палящее солнце Тогда она будет расти хорошо Меня бегония не впечатлила Что даст подкормка фертикой? Ну фертика это комплексное минеральное удобрение Оно бывает фертика люкс, бывает фертика кристаллон Растения очень хорошо развиваются, цветут очень хорошо И хочу сразу сказать, в прошлом году я проводила эксперимент По подкормкам и устомы И были они у меня все под номерами удобрения Мне больше всего понравилась все-таки устома Которую я выращивала с применением фертика кристаллон цветочный Очень хорошо была эта устома, очень хорошо цвела Тут пакетик у меня практически уже пустой Прям совсем капелька осталась Думаю, что в этом году я буду как раз выращивать свою устому на агате и на фертике кристаллон В рассадный период Нужно ли опрыскивать семена бегонии до всходов? Ну конечно нужно для того, чтобы гранула размокла Потому что если гранула не разрушится, то она может просто зацементироваться И тогда уже семена не взойдут Гвоздика вытягивается, когда пересадить? Дело в том, что гвоздика у нас по каким причинам может вытягиваться Если у вас очень высокая температура воздуха У меня стоит гвоздика на восточной стороне, на кухне Там у нас всегда приоткрыто окно То есть температура у меня там где-то 18 градусов Для выращивания гвоздики, для того, чтобы она не вытягивалась Ей достаточно 18-20 градусов Но также если у вас гвоздика вытягивается, ничего страшного в этом нет Если нет возможности понизить температуру То ее можно над пятым листом прищипнуть И она у вас начнет хорошо пуститься А пересаживаем мы ее, когда гвоздика у нас уже имеет 3-4 настоящих листа Можно уже пересаживать Когда сеять амбельную лобелию и гацанию Сеять лобелию и гацанию я буду где-то с 15 февраля и до конца февраля Гацанию очень люблю, конечно, ее обязательно посею лобелию И тоже выращиваю каждый год Почему так рано планирую сеять петуню амбельную? Потому что я хочу, чтобы моя петуня в июне уже цвела В апреле, если будет весна у нас позволит нам Я ее уже вынесу в теплице Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы амбельная петуня Длинноплетистая, которую я буду выращивать Которая плетит до побеги, до метра Хотелось бы, чтобы она уже была, конечно, пышная Поэтому я так рано ее и планирую сеять Но я ее посеять еще не посеяла Не знаю, либо я ее посею в конце января Либо в самых первых числах февраля Прямо до 5 февраля нужно посеять И, в общем-то, хочется, чтобы она уже в июне была очень красивая И также был вопрос по петунии Если добавить в горшки с петунией Удобрение пролонгированного действия Ну, я так понимаю, был вопрос задан Может быть, горшки тогда нужно брать поменьше Но дело в том, что для оперы и для торнадо Я все-таки буду брать горшки 100-литровые Ведра и пролонгированного действия Обязательно добавлю удобрения В прошлом году их не было в продаже Поэтому я не добавляла А так, какие я добавлю Это АВА, либо будет порошковая На один год которая Либо вот гранулированная тоже На один год Не буду я добавлять в такие горшки АВА Которая на 2-3 года Вот такая кристаллическая Потому что мы же не будем в одном горшке Выращивать 2-3 года петунию Вот такие гранулы Они больше подходят для кустарников многолетних То есть это гортензии, розы Вот под них можно вносить кристаллические АВА в кристаллическую Которая на 2-3 года А для однолетников, конечно, нужно брать Либо порошковую, либо гранулированную Следующий вопрос Гелиотроп, сколько растений высаживать в кашпо? Дело в том, что гелиотроп На мой взгляд Зря наши садоводы Неоправданно обходят стороной это растение Это очень красивое, декоративно-цветущее растение С очень приятным цветом И замечательным ароматом При этом оно довольно-таки хорошо пустится И в один горшок, допустим, от 3 до 5 литров Достаточно одного растения Смотрится очень эффектно Вырастить очень легко Единственное, что у него Он туго всхожий Всхожесть у гелиотропа считается хорошая От 10 до 20 дней Но также может он всходить до 40 дней В этом году у меня гелиотроп На удивление начал всходить на 7 день Не могу сказать, что всхожесть 100% Но он всегда всходит не очень дружно Но тем не менее, время еще есть И я думаю, что гелиотроп У меня еще взойдет Но, по крайней мере, тех растений Которые уже взошли Мне уже будет достаточно Я уже довольна А так вот возьмите себе на заметку Это очень красивое растение И его также Он вообще многолетник Его можно выращивать дома В домашних условиях Выкапывать Либо если мы сразу выращиваем в горшках И выставляем на улицу Можно просто заносить домой И затем его можно будет черенковать Но в открытом грунте Он у нас в Свердловской области Не зимует Он вымерзает Питунья А так, нет, это я уже ответила Грунт покупной плюс садовой Чем обработать? Ну, конечно, если грунт покупной плюс садовой Во-первых, нужно внести разрыхлитель И добавить любой препарат Все-таки в этом году я бы рекомендовала Всем вносить препарат 33 богатыря Либо сухой глиоклодин Ну, либо проливать агатом Если агата нет Так как агата у многих нет То лучше тогда уже вносить 33 богатыря Ну, или фитоспорин сухой Что у вас есть? Я, конечно, весь грунт свой проливаю агатом Так как у нас нет проблем с агатом Но на мое удивление Почему-то во многих городах Не торгуют этим замечательным препаратом Биопрепаратом Так, теперь что? На вопросы я ответила, извиняюсь Теперь хочу сказать по интернет-магазину Во-первых, спасибо всем, кто делает заказы В моем интернет-магазине Но хотела сказать, что заявки, оставленные с телефона Я не вижу Я вижу заявки только, которые вы отправили С ноутбука, либо с компьютера Но вот, к сожалению, вот так вот у меня Я не очень хорошо пока разбираюсь Еще в своем интернет-магазине Дальше хотела бы всех попросить Что кто отправляет заявки Пожалуйста, не забывайте указывать индекс Так как, если вы индекс не указали То ваши заказы идут достаточно Значительно дольше Чем если полностью указан весь адрес И также хотела сказать Что те заказчики, кто Оставляет заказы наложенным платежом И затем не выкупает свои посылки То, конечно, я определяю уже всех этих людей В определенную группу И если вы решите заказать вновь Сделать заявку в моем интернет-магазине То я уже отправлю вам заказ Только по 100% предоплате Так как, отправляя посылку Мне приходится оплачивать ее И затем, когда она возвращается обратно Для того, чтобы ее получить Мне вновь приходится ее оплачивать Меня это совершенно не устраивает Поэтому, если однажды Не выкупили вы посылку Отправленную мною То следующий заказ Я могу вам отправить Только по 100% предоплате На этом я ролик заканчиваю Всем до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok